Сегодня мы рассмотрим две рыночные структуры. Это рынок чистой конкуренции и рынок чистой монополии. Необходимо отметить, что рыночная структура в нашем понимании или в контексте рассматриваемой проблемы характеризуется наличием того или иного количества хозяйственных субъектов или экономических агентов. И, следовательно, от их количества и открытости того или иного рынка, соответственно, формируется та или иная структура рынка. То есть конкурентная структура рынка, либо это неконкурентная среда, либо, возможно, конкурентная среда, но она несовершенна. И вот с этой точки зрения сегодня мы рассмотрим в своей лекции две прямо противоположные модели рынка или две прямо противоположные структуры рынка. Структура рынка характеризуется степенью его конкурентности, что во многом зависит от количества продавцов на том или ином рынке. Рыночные структуры представлены чистой конкуренцией, монополией, монополистической конкуренцией и олигополией. Вот первые две рыночные структуры мы и рассмотрим в сегодняшней лекции. Для того, чтобы иметь общее представление о рыночных структурах, сейчас относительно в ускоренном темпе я покажу как раз таблицу, которая дает описание по соответствующим признакам различные рыночные структуры, или вернее те четыре рыночные структуры, которые только что мною упоминалось. Но я не буду останавливаться на подробном описании каждой рыночной структуры, потому что специфика каждой из них будет рассмотрена подробно в соответствующем месте, в соответствующее время. А здесь просто, так сказать, рекомендую вам не только вначале ознакомиться с данной таблицей, но и по завершении данного кредита, данного раздела микроэкономики, вернуться к этой таблице для того, чтобы более уже со знанием дела освоить основополагающие признаки и характеристики различных рыночных структур. Итак, первое, это рыночные структуры, с левой стороны у нас модель рынка, и с правой это совершенная конкуренция. Совершенная конкуренция или чистая конкуренция, эти понятия совпадают между собой. И в данном случае, соответственно, дается характеристики, число фирм, сколько их размера и так далее, множество мелких фирм, а следовательно небольшой капитал. Условия вступления в отрасль легкой или трудной и так далее. Типы, стандартизированная, как правило, продукция. Контроль над ценой, как правило, отсутствует. То есть полностью, вот здесь нужно обратить внимание, что при чистой конкуренции полностью отсутствует, соответственно, так сказать, контроль над ценой. А цена устанавливается в результате конкуренции всех хозяйственных субъектов. Формы конкуренции, только ценовая конкуренция. Свободный доступ к информации. Следующее. Несовершенная конкуренция. Имейте в виду, что совершенная относится только один тип конкуренции. К несовершенной относится монополистическая конкуренция. И соответствующая, так сказать, характеристика дается по тем же параметрам. И характеристика дается несовершенной конкуренции. Вот первый тип несовершенной конкуренции – это монополистическая конкуренция. В данной таблице дается структура рынка по мере возрастания степени их несовершенства. В первом случае мы рассмотрели чистую конкуренцию, то есть рынок совершенной конкуренции. Затем на втором месте находится монополистическая конкуренция. На третьем месте олигополия, когда имеется на рынке несколько продавцов и соответствующая характеристика дается олигополии. И соответственно последняя в данном случае модель это монополия, то есть когда на рынке существует всего лишь один продавец. Вот по фактически общим признакам, которые даются здесь, дается соответственно характеристика по этим признакам той или иной модели. Допустим в рамках монополия это всего лишь одно фирм, число фирм. И так далее. Я прошу обратить ваше внимание как раз на вот эти признаки, на эту таблицу, чтобы лучше усвоить себе характеристику различных рыночных структур. Итак, приступаем к рынку чистой конкуренции. Рынок чистой конкуренции характеризуется в высшей степени открытости конкурентной борьбы между товаропроизводителями. Основно полагающими признаками рынка чистой конкуренции является неограниченное число предприятий конкурентного. Свободный доступ на рынок равно как и выход из него. Итак, обращаю ваше внимание, число неограниченное. Следовательно, если на этом рынке имеется тысячу товаропроизводителей, то, соответственно, никаких препятствий для вхождения в данную отрасль или на данный рынок нет для тысячи первого, тысячи второго и так далее предпринимателя или предприятия. Свободный доступ. Следовательно, если неограниченное число продавцов, то, следовательно, эти предприятия незначительные по своим масштабам производства и, соответственно, они имеют незначительную долю производства совокупной продукции в данной отрасли. Следующее, это равнодоступность всех участников рынка к источникам исчерпывающей информации о рыночной ситуации. Вот на этом примере я вам хотел бы показать, хотел сказать в этом случае, так сказать, что на признаках, вот таких как равнодоступность к источникам информации. Затем, следующее, абсолютная мобильность факторов производства, что предполагает их свободное перемещение. Имея вот эти характеристики рынка свободной конкуренции, необходимо обратить внимание, что в общем-то в природе рынка чистой конкуренции, тем более в современных условиях, просто не существует. Это нереально. Если мы говорим равнодоступность всех товаропроизводителям к информации, а следующее, к рыночной информации, следовательно, мы делаем... Отсюда мы можем сделать вывод, что никакой равнодоступности не может быть, потому что сама информация является товаром. И кто в состоянии купить или заказать соответствующую информацию, то должен иметь соответствующие деньги. Поэтому нет никакой равнодоступности информации. Что касается мобильности, что предполагается, что существует совершенно свободный перелив капиталов из одной отрасли в другую. Ну хорошо, свободный перелив это когда он имеет денежную форму или фиктивную форму, облигации, акции и так далее. Но реальный капитал, который уже имеет определенную материализованную форму, если он вложен, допустим, в отрасли тяжелой промышленности, а норма прибыли или доходность где-то существует в других отраслях с более высокой нормой прибыли, то каким образом он может перетечь в эту отрасль? Конечно, возникают проблемы. Поэтому с этой точки зрения, так сказать, это тоже определенные, так сказать, условия, которые вряд ли выполнимы. И следующие, так сказать, характеристики. Это отсутствие государственного вмешательства в экономические отношения субъектов рынка. И последняя ситуация. Доля каждого предприятия-конкурента столь незначительна, что изменение им объема выпуска продукции никак не сказывается на общем состоянии рынка данного продукта. Обращаю ваше внимание, что мы будем рассматривать различные рынки, в том числе и рынки ресурсов, рынки сельхозпродукции, рынок земли, рынок капитала и так далее. Мы увидим, что они характеризуются сплошным несовершенством. И когда нам в учебниках, особенно МакКоннелла и Брю пишутся о том, что вот примером свободного рынка является рынок сельскохозяйственной продукции, то это парадокс. Никакого там свободного рынка нет, потому что государство Соединенных Штатов Америки субсидирует 28% издержек. А во-вторых, оно не всем же поровну дает, а те, которые более эффективно работают, тех выделяет. Следовательно, это субсидия не позволяет на равных конкурировать другим товаропроизводителям. Когда устанавливается, но регулируется или пытается государство путем регулирования избежать множных цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленную продукцию. Это прямое вмешательство. О каком свободном рынке может идти речь, когда мы говорим о рынке сельскохозяйственной продукции? И я хотел бы обратить ваше внимание на последний признак, на долю каждого предприятия. Действительно, мы свободный рынок можем считать только тогда, когда любое напряжение того или иного предприятия, мобилизация ресурсов и выпуск дополнительной продукции, никак не повлияет на количественные параметры данного рынка. Ну, допустим, если мы имеем, допустим, миллион товаропроизводителей, каждый из которых выпускает в среднем по 10 изделий, это значит 10 миллионов изделий на рынке существует, то товаропроизводитель, один выпускающий 10 изделий, пусть он выпустит в два раза больше 20 изделий. Что? И каким образом он может повлиять своими дополнительными 10 изделиями на состояние рынка, на котором находится миллион 20 изделий уже? Или миллион 10 изделий. Вот с этой точки зрения мы должны обратить, вы должны обратить внимание как раз на этот признак, когда действительно предприниматель или предприятие, увеличивая свое производство, не может никак отказать на состояние рынка, на предложение данного товара, а следовательно, он не может влиять на цену. Цена формируется в результате конкурентной борьбы вот этих товаропроизводителей, которых бесчисленное множество. И следовательно, с этой точки зрения мы должны обратить внимание, что графические кривая спроса предприятия и кривая спроса отрасли имеет совершенно различное отображение. Итак, кривая спроса предприятия-конкурента абсолютно эластична, то есть она занимает горизонтальное положение, которое свидетельствует о неизменности, стабильности цены для него, формируемой всеми участниками рынка. Я хотел бы обратить ваше внимание сейчас на графическое изображение только что прочитанного, и чтобы вы имели представление о линии спроса предприятия-конкурентной. Итак, кривая отраслевого спроса – это вот эта кривая спроса. В данном случае кривая спроса формируется, как вы знаете, чем ниже цена, тем больше спрос. И вот состояние этой кривой отражает конкурентную борьбу между всеми товаропроизводителями. Но с точки зрения отдельного предприятия, кривая спроса отдельного предприятия имеет абсолютно эластичный характер, имеет горизонтальное положение. И она показывает, что цена сейчас установилась на рынке, которая соответствует цене ЦК, то есть точка К. Может цена подняться, но цена подняться может не потому, что данное предприятие начнет больше выпускать, а потому что все предприятия предпримут усилия и производят, прошу прощения, если вниз, если предпримут усилия и увеличат больше продукции, то цена понизится, и тогда линия спроса предприятия будет находиться ниже и фиксироваться, проходить через точку другую, К. Прим, допустим. Либо, напротив, сократят производство, в этом случае предложение общее увеличится, но для каждого предприятия уже кривая спроса будет проходить вот в этой точке. Следовательно, сама отрасль, сама конкурентная борьба товаропроизводителей задает определенный уровень цен всем предприятиям. И вторая специфика рынка совершенной конкуренции – это то, что цена совпадает не только со средним доходом, но и с предельным доходом. Цена единицы продукции выступает в качестве среднего дохода предприятия конкурента. Ну, это ясно. Но специфика как раз заключается в том, что при этом, так как цена неизменна, то есть она стабильна, мы только что видели с вами, так сказать, вот она, так сказать, осталась неизменна, ЦК, то в этой ситуации, следовательно, каждая последующая единица продукции будет продаваться по той же цене. И, следовательно, и предельный доход будет стабилен и равен цене. Вот, обращая внимание именно на эту специфику рынка чистой конкуренции, в дальнейшем мы не увидим ни на одной из рыночных структур, чтобы цена соответствовала предельному доходу. Предельный доход – это доход, получаемый от реализации каждой последующей дополнительной единицы продукции. А цена – это средний доход, и она всегда будет отклоняться от цены, от предельного дохода. Поэтому предельный доход – это доход, полученный от реализации каждой последующей дополнительной единицы продукции. Кроме того, мы должны обратить внимание на то, что при изменении предельного дохода, при неизменности предельного дохода, воловой доход имеет линейную зависимость и равномерно наращивается, то есть увеличивается по мере увеличения выпуска продукции. Вот это зафиксировано у вас. При неизменности предельного дохода воловой доход имеет линейную зависимость и равномерно наращивается по мере увеличения объема продаж. Это находит выражение на рисунке, который представлен перед вами. Итак, предельный доход, она же – это предельный доход, это же цена, вот она. Каждая последующая единица продается по той же цене, и, следовательно, предельный доход остается прежней стабильной величиной, и реализация каждой последующей единицы приносит дополнительный доход, равен вот этой величине предельного дохода, либо величине цены товара, либо это же является цена товара средним доходом. И поэтому воловой доход равномерно наращивается по мере увеличения выпуска продукции. Вот это другая специфика, то есть мы имеем линейную зависимость предельного дохода на рынке чистой конкуренции. Что касается, теперь мы обратимся к принципу максимизации прибыли, который выражается в следующем. Итак, здесь, прошу прощения, здесь максимизация. Принципы максимизации прибыли заключаются в определении такого объема производства, при котором получается максимальная разница или разность между воловым доходом и общими издержками производства. Формулой записывается это максимальная прибыль или прибыль будет тем больше, чем будет разница между выручкой или воловым доходом, доходом от реализации продукции и затратами или общими издержками на производство данного объема продукции. Поэтому необходимо обратить внимание, для того, чтобы лучше понять смысл зоны прибыльности того или иного предприятия, мы сейчас обратимся к графику, на котором изображена, соответственно, зона доходности и зона прибыльности. Поэтому первоначально основываемся на понятии зоны прибыльности. Зона прибыльности находится между объемами выпуска продукции, при которых разность, то есть прибыль, между воловыми доходами и общими издержками имеет положительное значение. И зоны убытков соответствуют тем объемам производства продукции, при которых разность между воловыми доходами и общими издержками имеют отрицательное значение. То есть предприятие в этом случае несет убытки. А теперь обратимся к графику, который представлен на нашем рисунке. Это зона прибыльности и убытков, и максимальная прибыль. Итак, первое. Мы хорошо знаем теперь о том, что линия дохода имеет соответственную прямую зависимость от цены товара, то есть от предельного дохода, который равен цене товара. В этом случае линия дохода имеет восходящий характер и линейный характер, равномерно увеличивается. Одновременно предприятие для производства продукции – это выручка. Хотел бы обратить ваше внимание, что в данном случае по горизонтали откладывается количество единиц выпускаемой продукции, а по вертикали – это воловой доход или выручка от реализации продукции. И здесь же откладывается величина общих издержек, то есть издержек, который затрачен на весь объем, подчеркиваю, не на единицу продукцию, а на весь объем производства. Это воловой доход, получаемый от реализации определенного объема продукции, а это издержки или затраты на выпуск этого же объема продукции. Поэтому в данном случае здесь выражена линейная зависимость между воловым доходом и общими издержками. Итак, что мы имеем на этом графике? Итак, точки пересечения – точка B и точка A. Следовательно, в этих точках издержки равны, вот в этом случае издержки. Эта точка принадлежит линии кривой общих издержек, и она же принадлежит линии дохода. Следовательно, издержки, общие издержки воловой доход точки А совпадают. То есть здесь нет никакой прибыли. И второе, точка B тоже самое отражает такую же ситуацию, только при объеме уже, в величине объема QB, а здесь QA. Но в зоне или в промежутке между объемом QA и QB, а по линии доходов, если брать, то от точки А до точки B, это является зоной доходности или зоной прибыльности. На этом отрезке предприятия максимизируют прибыль. Итак, следовательно, предприятие останавливается не на этом объеме, не на этом, хотя оно может остановиться, если решать другие задачи. Но мы рассматриваем в данном случае всего лишь проблему максимизацию прибыли, то есть получить, один только критерий мы учитываем, при каком объеме производства мы можем получить максимальную прибыль. Ясно, что здесь мы получим прибыль нулевую, здесь нулевую, а здесь везде доход превышает, воловой доход превышает общие издержки. И следовательно, мы выбираем наибольшую разность между воловым доходом, вот она, и соответственно, между издержками. Вот эта разница C, D является максимальной величиной прибыли. Следовательно, предприятие останавливает свой выбор на объеме производства, который соответствует величине Q, C, D, чтобы получить максимальную прибыль. Итак, мы рассмотрели с вами на графике, каким образом предприятие получает прибыль, или каким образом оно максимизирует прибыль. Хотел бы обратить ваше внимание, что объектом конкуренции здесь является не нормальная прибыль, не бухгалтерская прибыль, а экономическая прибыль. Вот это важно. Поэтому в данном случае везде речь идет о экономической прибыли. Потому что вот в точках, обращаю ваше внимание на график, в точках B экономической прибыли нет, и в точках A и B экономической прибыли нет. Но предприятие получает нормальную прибыль, потому что нормальная прибыль – это вознаграждение за предпринимательский талант. А предпринимательский талант является или относится к фактору, который связан с внутренними издержками производства. Следовательно, он содержится во внутренних издержках производства. И предприятие в этих точках получает нормальную прибыль. Но оно хочет получить не только нормальную прибыль, но и получить экономическую прибыль. Поэтому в данном случае объектом конкуренции является экономическая прибыль. А теперь обратимся к убыткам. Ясно, что ситуация прямо противоположная. Убытки характеризуются превышением общими издержками валового дохода. Убытки – это прибыль с отрицательным знаком или отрицательная прибыль. В данном случае мы имеем в виду, что прибыль или убытки – это валовый доход минус общие издержки. Когда общие издержки превышают валовый доход, мы получаем отрицательную величину. Либо убытки – в данном случае общие издержки превышают валовой доход. Мы будем нести те или иные убытки. Поэтому рассмотрим сейчас принципы минимизации убытков. То есть, если мы, когда рассматривали доходность предприятия, прибыльность его, мы максимизировали прибыль, то когда мы имеем дело с убытками, то задача заключается в том, чтобы свести эти убытки к минимуму. И поэтому принцип минимизации убытков заключается в том, чтобы не допустить превышения убытков величины постоянных издержек производства. То есть, чтобы убытки были меньше величины постоянных издержек. И следующее. Предприятие продолжает выпускать продукцию, несмотря на убытки, пока валовой доход превышает совокупные переменные издержки. Или пока убытки меньше постоянных издержек. И надо помнить, что общие издержки, вот они, равны сумме постоянных издержек и переменных издержек. Сейчас я дам комментарий на относительно, так сказать, принципа минимизации убытков на графике. Итак, предположим себе, что предприятие несет убытки. На данном графике, итак, у нас валовой доход, вот он, существует. Предположим, что валовой доход имеет величину, вот он, прошу прощения, валовой доход, прямая валового дохода составляет эту величину. Что в этом случае получается тогда? Тогда в этом случае предприятие получает разницу между валовым доходом и общими издержками прибыль. Но, если цена понижается, то в данном случае предприятие может оказаться в ситуации, когда кривая валового дохода перемещается в это положение. Следовательно, тогда отрезок ML, MN, вот этот отрезок, посмотрите, издержки составляют величину больше 1000 рублей, тогда как выручка, вот она, кривая, выручка точка N, получается где-то приблизительно 800-700 рублей. Следовательно, предприятие терпит убыток в размере отрезка MN. Но предприятие будет закрываться, посмотрите, предприятие несет убыток, но это значит, что предприятие должно прекратить свою деятельность, то есть закрыться. Мы должны сопоставить тогда величину этого убытка с величиной постоянных издержек. А величина постоянных издержек составляет отрезок MK. Отрезок MK. То есть, это разница, мы говорили, что общие издержки, это является сумма переменных издержек и плюс постоянных издержек. Вот переменные издержки, вот величина, мы добавили вот эту MK, величину постоянных издержек и получили величину общих издержек. Следовательно, величина постоянных издержек выражена на графике у нас отрезком MK. Следовательно, убыток MN меньше величины постоянных издержек. Это значит, если бы предприятие прекратило производственную деятельность, то в этом случае оно бы понесло убытки в величине постоянных издержек в размере MK. Тогда, как если оно продолжает работать, то оно несет убытки в размере MN. Ну, элементарно, чтобы понять этот случай, допустим, предприятие арендует помещение и стоимость составляет миллион рублей. Вот оно. Если оно прекратит деятельность, то в этом случае оно будет нести убытки в размере миллиона рублей. Но если будет работать, то в этом случае оно будет нести меньшую величину, допустим, 800 или 700 тысяч рублей. И второй подход. Посмотрите, воловой доход у нас превышает величину переменных издержек. Это второй критерий. Следовательно, в данном случае мы перекрываем, получая доход в точке N, соответствующей точке N доход, перекрываем часть постоянных издержек. Н, следовательно, мы по отношению к переменным издержкам получаем некоторый доход, который позволяет перекрыть часть постоянных издержек. Поэтому предприятие будет продолжать работать, выпуская продукцию, несмотря на то, что оно работает с убытками. И, наконец, предположим, что цена дальше упала, еще ниже упала. Воловой доход, следовательно, становится ниже величины переменных издержек. И, следовательно, в этой ситуации, посмотрите, точка K или линия волового дохода D2' находится ниже линии переменных издержек. И, следовательно, постоянные издержки являются меньшей величины убытков предприятия. Либо она равно, предположим, M, K – это убытки, это величина постоянных издержек. Поэтому предприятие стоит выбором либо закрываться, либо продолжать производство. Но в любом случае она будет нести убытки, равные постоянным издержкам. Поэтому критерием продолжения или закрытия предприятия является как раз величина постоянных издержек. Если убытки превышают величину постоянных издержек, предприятие непременно должно закрыться. Но я обращаю внимание, опять-таки, это с точки зрения исключительного фактора минимизации убытков. Потому что у предприятия могут быть и другие цели. Оно не хочет потерять этот рынок. Если оно уйдет с этого рынка, нужно потом пробиваться на этот рынок. Эту нишу займут другие товаропроизводители. Поэтому я еще раз обращаю внимание ваше, что мы рассматриваем принципы максимизации прибыли и минимизации издержек, исходя из исключительно единственного критерия. Это получить, каким образом получить наибольшую прибыль. Каким образом понести наименьшие убытки. Вот это необходимо постоянно иметь в виду. И мы абстрагируемся, отвлекаемся от всех прочих факторов. Когда как в действительности ни одно предприятие не может абстрагироваться от других обстоятельств, от других факторов. Поэтому сформулируем идею закрытия предприятия. Критерием закрытия предприятия является возникновение ситуации, когда убытки превышают постоянные издержки. Либо когда не только общие, но и переменные издержки превышают величину валового дохода. То есть издержки переменные больше переменного дохода. Или убытки больше величины постоянных издержек. Вот эти основополагающие, так сказать, критерии для закрытия предприятия. Наиболее наглядно, по сравнению с тем рисунком, который только что мы с вами рассмотрели, более наглядно представляем вам рисунок закрытия предприятия. Итак, посмотрите, вот линия валового дохода, которая находится ниже кривой переменных издержек. Мы выбрали, соответственно, объем производства, который наименьший разрыв между общими издержками. Ведь можно здесь выбрать вот этот объем, либо этот объем. Но разрыв между общими издержками предельных доходов здесь больше. И, следовательно, при этом объеме и при этом объеме предприятие понесет большие убытки. Поэтому он ищет тот объем производства, при котором разность между общими издержками и валовым доходом минимальная. Вот он нашел этот объем, который равен QK. И посмотрите теперь, MK – это у нас разница между общими и переменными издержками. Если из общих издержек отнять переменные, мы получим величину постоянных издержек. Вот это MK – величина постоянных издержек. Постоянные издержки меньше величины убытка. А убыток – это разница между общими издержками и валовым доходом. И в данном случае у нас тут иллюстрируется, что убытки – это в данном случае издержки общие M минус доход валовой соответствующей точки L и представляют собой разницу между этими величинами. Закрытие предприятия при превышении убытками величины постоянных издержек обусловлено тем, что, прекратив производство, предприятие будет нести меньше убытков, так как они будут равны величине постоянных издержек. Вот можно сказать, что мы рассмотрели минимизацию и максимизацию прибыли, руководствуясь критериями валовых величин или общих величин. Сопоставление общей выручки с общими затратами. Однако в реальной действительности можно наблюдать, что издержки производства, как правило, связаны с единицей продукции. И доход, который мы получаем, он связан опять-таки с реализацией единицы продукции. И поэтому, чтобы приблизиться к реальной действительности, мы рассмотрим максимизацию прибыли и минимизацию убыток, исходя из сопоставления издержек и затрат на единицу продукцию. Максимизация прибыли и минимизация убытков обычно осуществляют на основе сопоставления предельных величин, предельного дохода и предельных издержек. Еще раз напоминаю, что предельный доход – это доход, полученный от реализации каждой дополнительно выпущенной единицы продукции. А предельные издержки – это затраты, связанные с выпуском каждой дополнительной единицы продукции. Вот зная или восстановив в памяти данные определения предельных издержек предельного дохода, рассмотрим принципы максимизации прибыли и минимизации убытков по критерию предельных величин. Раньше мы рассматривали по критерию общих величин или совокупных величин, балловых величин. Сейчас мы рассмотрим по критерию предельных величин. Итак, критерием максимизации прибыли является равенство предельного дохода и предельных издержек. Обращаю на ваше внимание, что в будущем, как и какую бы мы рыночную структуру не рассматривали, что данный принцип везде работает. То есть равенство предельных издержек предельным доходом работает и на рынке совершенной конкуренции, и на рынке олигополии, и на рынке хемонополии, и на рынке монополистической конкуренции. Следовательно, принцип максимизации прибыли заключается в том, чтобы найти такой объем производства, при котором предельные издержки становятся равными предельному доходу. Вот этот принцип и лежит в основе дальнейшего нашего анализа. А теперь, чтобы нагляднее было, так сказать, и более понятно представлялось принцип максимизации прибыли по критерию предельных величин, и обратимся к рисунку, который выражает зависимость предельного дохода и предельных издержек. Итак, на нашем рисунке мы имеем по вертикали откладываются, соответственно, издержки и цена. По горизонтальной имейте в виду именно цена, а не воловой доход и воловые издержки. А издержки, если издержки, то средние издержки. Если средние издержки, то это издержки в среднем на единицу продукцию. Цена выражает собой доход тоже на единицу продукцию. Предельные затраты тоже выражают затраты на единицу продукцию и так далее. Поэтому здесь все показатели связаны с единицей продукции. Равно как и по горизонтали выпуск объемов или выпуск единиц продукции. Итак, первое, так сказать, максимизация прибыли по критерию предельных величин. Итак, кривая спроса, она же выражает цену спроса. Вот она, цена 200 рублей. Она же выражает, потому что она неизменная, с ростом объема производства она остается неизменной. Следовательно, цена равна предельному доходу. И то же самое цена, это средний доход, чтобы вы помнили об этом тоже. Итак, мы имеем кривые средних общих издержек, известные уже вам из предшествующих лекций. И равно мы имеем кривую средних переменных издержек. И так же мы имеем кривую предельных издержек. Итак, мы говорим о том, что предприятие должно остановить свой выбор на том объеме производства, то есть вот 2, 4, 6, 7, 10, 12 и так далее, при котором предельные издержки будут равны предельному доходу. Итак, предельный доход выражен линией спроса или ценой спроса, а цена равна предельному доходу. И в данной точке М пересекается линия, проходит также линия предельных издержек. И, следовательно, точка М выражает собой равенство предельного дохода и предельных издержек. Следовательно, мы опускаем из этой точки, которая символизирует собой равенство предельного дохода и предельных издержек, опускаем перпендикуляр и находим объем производства, который соответствует максимуму получаемой прибыли. Итак, данный перпендикуляр пересекает кривую средних общих издержек в точке Н, следовательно, на единицу, единица продукции продается по этой цене, а затраты на единицу продукцию в среднем составляет вот эту величину, следовательно, разность между до этой величиной, или этим отрезком, и этим отрезком, или разность, это отрезок МН будет выражать собой величину прибыли, получаемой с единицы продукции. Единицу продукции, вот эту прибыль, если мы умножим на количество выпущенной продукции, на 8, мы получим тем самым площадь прямоугольника, затемненного у нас, который выражает собой совокупную прибыль, которую получит предприятие. Раньше, когда мы рассматривали воловые величины, то, или принцип максимизации прибыли по воловым величинам, у нас было линейное измерение, а в данном случае мы видим, что линейное измерение трансформируется в двумерное пространство, и мы имеем, соответственно, площадь прямоугольника, который выражает собой прибыль. Вот этот прямоугольник 200М80 выражает собой совокупный доход, потому что доход единицы продукции, умножимой на количество, получаем площадь вот этого прямоугольника полового дохода, а издержки будут составлять, следовательно, вот этой издержки, величину, или здесь 100, умножим на количество 8 единиц продукции, получим площадь издержек, совокупных издержек. Из этого прямоугольника большого вычитаем издержки меньшего прямоугольника и получаем прибыль, равную в данном случае у нас величине вот заштрихованного прямоугольника. Таким образом предприятие остановило свой выбор на количестве 8 единиц. Обращаю ваше внимание, почему именно это равенство, чтобы в будущем не возникали эти вопросы у нас, почему предприятие максимизирует прибыли на объеме, которому соответствует равенство предельного дохода и предельных издержек. Посмотрите на линию предельного дохода или кривую предельного дохода. Вот предельный доход, каждая последующая единица, посмотрите, выпускаем, падает, падает, падает. Когда следовательные издержки падают, нас, в общем-то, это не волнует, потому что в данном случае с каждой последующей единицей мы получаем все больше, посмотрите, разницу дохода, но мы начинаем задумываться, когда кривая начинает подниматься вверх, когда издержки начинают предельно расти. Каждая последующая единица приносит или требует все больших и больших издержек. Но посмотрите, несмотря на то, что каждая последующая единица, вот 5 минимум, потом 6 выросло, потом 7 выросло, потом 8 выросло, но посмотрите, каждая дополнительная единица, несмотря на то, что растут издержки, доход, получаемый от этой дополнительной единицы, вот он, предельный доход, линия спроса, приносит нам прибыль, избыток над издержками каждой дополнительной единицы. И, наконец, посмотрите, как только они уравнялись, мы не получаем никакой прибыли с дополнительной единицы. Если нам бы захотелось с 8 единиц увеличить объем до 8 или до 10, предположим, единиц, что получилось бы у нас? Это дополнительно 10 единица и 9 единица принесли бы нам убыток, ибо дополнительные предельные издержки превысили бы доход предельный, вот на эту величину. А это значит вычет тогда и совокупные прибыли. 10 единица точно так же. Поэтому-то и останавливает предприятие свой выбор на том объеме производства, при котором предельный доход равен предельным издержкам. А теперь рассмотрим минимизацию убытков. Минимизация убытков достигается при таком объеме производства, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Обратимся опять-таки к графику, который позволяет нам проиллюстрировать критерий минимизации убытков, когда мы руководствуемся предельными величинами. Итак, посмотрите, мы имеем опять-таки те же кривые, средние общие издержки, средние переменные издержки, линию предельных издержек или кривую предельных издержек, и кривую спроса, либо линию спроса, которая выражает собой цену товара и предельные издержки. В данном случае мы выбираем объем производства, при котором предельный доход, вот он, предельный доход. Я не буду останавливаться, объяснять, почему мы опять остановились. Обращаю ваше внимание на предшествующее объяснение. Мы нашли это равенство, это равенство точка К, где предельный доход, линия пересечения предельного дохода, предельного дохода и предельных издержек равны между собой, и опускаем перпендикуляр, и находим объем производства QК, который указывает на то, что предприятие терпит убытки в размере отрезка, на единицу продукцию в размере отрезка МК. Следовательно, если получаем на единицу продукцию в среднем этот убыток, то умножим на количество QК продукции, мы получим совокупный убыток или убытки предприятия при данном объеме производства. Но обращаю ваше внимание, предприятие, несмотря на то, что оно несет такие убытки, предприятие не будет закрываться. Почему? Потому что предельный доход в данном случае, вот он, превышает средние переменные издержки. И, следовательно, убытки, вот они, МК, являются меньшей величиной постоянных издержек МЛ. Если бы выразить совокупные постоянные издержки на графике, что мы сделали бы тогда? Величину постоянных издержек на единицу продукцию, отрезок ЛМ умножили бы на количество продукции, QК, и получили бы вот такой прямоугольник, который гораздо больше прямоугольника убытков. Естественно, предприятие, если бы остановило свое производство, понесло бы гораздо больше убытки в размере постоянных издержек, нежели если она продолжает работать. Убытки его меньше. Таким образом, мы рассмотрели принципы максимизации убытков и прибыли, и максимизации прибыли и минимизации убытков. Что касается данного графика, то в дальнейшем на следующем слайде дается пояснение вам символов МК, убытки, это отрезки, МК, убытка на единицу изделия, МЛ, величина постоянных издержек на единицу изделия. И, как я говорил, чтобы получить совокупные постоянные издержки, нужно МЛ, вот эту величину постоянных издержек на единицу умножить на объем производства. И убытки точно так же. Убытки на единицу изделия умножить на объем выпускаемой продукции. Вот основные принципы, что касается максимизации прибыли, минимизации убытков. А теперь рассмотрим по критерию предельных величин ситуацию закрытия предприятия. Итак, обратимся снова к графику. В принципе, здесь ничего нового, в общем-то, уже не будет сказано. Тот же принцип. Единственное, это будет наглядно продемонстрировано, когда убытки превышают постоянные издержки. Итак, закрытие предприятия. Почему предприятие закроется в этом случае? И вот мы нашли, так сказать, критерий всегда максимизации, минимизации убытков, это предельный доход, линия предельного издержек, когда пересекает линию предельного дохода. И точка пересечения является общей точкой этих линий, и, следовательно, она выражает равенство предельного дохода и равенство предельных издержек. Предельные издержки равны предельному доходу. Поэтому мы останавливаемся на объеме QK. И смотрим тогда, проводим перпендикуляр до, соответственно, линию спроса до средней переменной и до линии средних общих издержек. Что мы получаем тогда? Следовательно, единица продукции продается по цене вот этого отрезка. QK.K. Вот это выручка от реализации продукции. Однако, издержки, общие и средние издержки на единицу продукции составляют отрезок MQK. То есть, вот этот отрезок, который больше величины дохода QK на отрезок LM. Вот эту величину. Но, это, следовательно, величина убытка находится на единицу продукции. Если мы умножим это на количество продукции QK, мы получим величину совокупного убытка предприятия, которое соответствует заштрихованному прямоугольнику. Однако, посмотрите, убытки составляют отрезок MQK, а постоянные издержки составляют отрезок ML. Если бы предприятие в этой ситуации остановило свою деятельность, то оно бы несло убытки в размере на единицу продукции LM, величину отрезка LM. А совокупные постоянные издержки LM, умножимые на величину QK, или на вот эту длину, мы получили бы убытки. Вот пунктирная линия здесь обозначена. Величина убытков оказалась бы... Величина постоянных издержек, прошу прощения, меньший прямоугольничек, оказалось бы, меньше величины убытков, которая представлена у нас большим прямоугольником. И, следовательно, предприятию с точки зрения критерия минимизации убытков нет смысла продолжать свою деятельность. Оно должно закрыться. Вот, и, исходя из этого критерия, так сказать, мы и рассмотрели все ситуации, сопряженные с процессом максимизации прибыли и минимизации убытков на рынке чистой конкуренции или в условиях функционирования предприятия конкурента. А теперь переходим к рынку чистой монополии. Для его характеристики нужно помнить, что, в общем-то, это слово образовано от двух латинских слов «mono» – один и «полу» – продаю. Поэтому в данном случае это значит, что рынок, «monopolis» – это значит, рынок одного продавца. «monopolis» – это рынок одного продавца. То есть там, посмотрите, мы взяли два противоположных полюса. В одном случае мы рассмотрели свободный рынок или чистый рынок или чистой конкуренции. Идеальный, можно сказать, рынок, который, я еще раз подчеркиваю, в реальной действительности мы не встретим, тем более в современной действительности. что касается рынка чистой монополии, это, в общем-то, реальная действительность, и мы имеем дело и сталкиваемся с монополизированными рынками во многих случаях. Особенно это касается отраслей, которые, как правило, связаны с непосредственным жизнеобеспечением людей. Ну, например, так сказать, монополия – единая энергетическая система, либо единая транспортная система. Это монополист. И нам не нужно заранее говорить, монополия – это плохо. Нужно подумать, так сказать, о том, а монополия, если бы мы создали конкурентную среду, пусть мы не можем создать в энергетической системе, это, по-моему, всем ясно. Или на железнодорожном транспорте рынка свободной конкуренции. Это абсурд. Но давайте задуматься, мы создадим, допустим, рынок нескольких продавцов или нескольких компаний, так сказать, существует, что это рынок олигополии. И мы не создадим… Это в лучшем случае, что мы создадим. Мы не создадим здесь монополистическую конкуренцию, потом мы будем рассматривать ее на следующей лекции. В чем ее специфика? В данном случае сопоставление должно быть хорошо или плохо определяться эффективностью. Если один товаропроизводитель обеспечит более эффективное производство, то есть с меньшими издержками, с меньшими затратами, вот тогда и нужно отстаивать монополию, а не наступать ее. Что, конкуренция ради конкуренции, что ли? Или борьба инфляции ради борьбы с инфляцией? Это абсурд. Это средства. Инфляция, монополия и так далее. Или антимонопольная политика – это всего лишь средства. А цель – это повышение эффективности производства, совершенствование производства, рост производительности труда, повышение благосостояния, улучшение условий, бытия человека, его жизнедеятельности. Вот если этим целям отвечают, вернее, эти средства должны работать на эти целевые установки. Она не может ни монополия, ни инфляция, ни бюджет дефицитный, либо профицитный, сами по себе не могут быть целевыми установками. Поэтому относиться к тому или иному, к оценке того или иного рынка необходимо с осторожностью. И оценивать его нужно, исходя из того или той альтернативы, которая предлагается. И она будет лучше, более эффективной, или будет менее эффективной. Если она будет менее эффективной, то в этом случае, в любом случае, конкурентная борьба между агалиполистами, либо кем там еще, или монополистическими конкурентами. А борьба эта весьма, так сказать, жесткая, завершается поглощениями, банкротствами, слияниями и так далее, то стремление к более эффективному производству несомненно приведет к этому. Если монополия обеспечит большую эффективность и большую прибыль и так далее, то непременно в конечном счете вы можете 10 раз поделить или демонополизировать этот рынок. Но экономически, так сказать, агентов ситуация заставит двигаться в том направлении, а именно к слиянию, если это слияние, это более крупные масштабы производства, обеспечит получение большей прибыли. Поэтому мы сейчас более подробно рассмотрим рынок чистой конкуренции. Итак, прошу прощения, рынок чистой монополии. Рынок чистой монополии характеризуется полным господством на нем единственного предприятия. Вот это основополагающее. А теперь рассмотрим специфику рынка чистой монополии. Предприятие монополист олицетворяет собой целую отрасль. Вспомните рынок чистой конкуренции. Отрасль была олицетворена множеством, бесчисленным множеством конкурентов, хозяйственных субъектов. И здесь же один субъект, а следовательно, он и представляет целую отрасль. Предприятие является единственным производителем продукта и нет товаров с субститутом. То есть нет товаров-заменителей, которые бы в какой-то степени создали бы конкуренцию для данного производителя. Перед покупателем не стоит проблема выбора. То есть нет другого продавца, которого вы могли бы купить. У вас есть один продавец, и вы вынуждены приобретать только у него. И следующее, самое важное, пожалуй, предприятие монополист осуществляет контроль над ценой. Вот это, так сказать, цена безудержная или беспредельный контроль над ценой позволяет монополистам, так сказать, взвинчивать цены. Именно поэтому вводится государственного регулирования, и регулирование, прежде всего, связано с ограничением цен на продукцию монополистов. Потому что в противном случае через монополистов рост цен скажется на всех других отраслях производства. Так как, если это, допустим, отрасль первичной производства, то в этом случае это сырье, материалы, энергия и так далее. А следовательно, повышение, допустим, ценной энергии по цепочке вызовет рост цен буквально на всех этапах, на всех стадиях производства готовой продукции, что приведет, естественно, к инфляции. А теперь рассмотрим типы монополии. Итак, в зависимости от степени доступа на рынок монополии подразделяются на закрытые, открытые и естественные монополии. Рассмотрим, так сказать, монополию закрытого характера. Закрытая монополия характеризуется наличием нормативно-законодательных актов, препятствующих проникновению других предприятий в определенную сферу хозяйственной деятельности. То есть в данном случае речь идет о том, что предприятие монополист окружено существенными барьерами законодательного характера, нормативными актами и тем более может быть и технологические барьеры и финансовые барьеры. Допустим, создать адекватное предприятие по масштабам производства этого монополиста требуются огромнейшие капиталы. Возникает проблема где взять эти капиталы и кто в состояние вложить эти капиталы, кто готов рисковать вступить в борьбу с существующим монополистом. Поэтому в данном случае мы просто подчеркиваем здесь нормативность, законодательность закрепленную. То есть когда конкуренты не могут проникнуть на этот рынок. Но здесь в общем-то ситуация весьма сложная, потому что одни стремятся эти барьеры преодолеть, то есть снять законодательно-нормативные акты, убрать, которые препятствуют, а другие, а именно другой, вернее, монополист предприятия стремится, так сказать, закрепить за собой данное право и, соответственно, возникает проблема лоббирования и так далее в законодательных органах власти. Что касается теперь естественной монополии. Естественная монополия формируется в тех отраслях, в которых наименьшие издержки производства достигаются при единственном предприятии на этом рынке. Итак, при естественной монополии я вам говорил в отношении дробления, то есть демонополизации, когда либо создание олигополистической структуры рынка, когда на рынке данного блага появляется несколько товаропроизводителям, в любом случае критерием является эффективность производства либо снижение издержек производства. И, наконец, что касается открытой монополии, характеризуется наличием единственного товаропроизводителя, впервые вышедшего на рынок с новой продукцией. Вот здесь нужно обратить внимание, во-первых, хотя она называет, то есть речь в данном случае идет о предприятии монополия, потому что предприятие монополист, которое только что изобрело, допустим, шариковую ручку и вышло на рынок, оно уже по своему техническим параметрам, по новизне продукта является монополистом. Больше никто не обладает такой разработкой. Вот это открытое монополии, но я хотел бы обратить внимание, что в данном случае выход-то выход с этим продуктом, но законодательно она тоже защищена, потому что существует законодательство, которое ограничивается определенными сроками или защищает пионера предприятия от проникновения на этот рынок, то есть патентное право, которое ограничивает доступ данной информации или использование данного технического или технологического достижения другими субъектами до истечения определенного срока. Поэтому, естественно, открытое почему мы говорим, потому что в этом случае этот рынок открыт для совершенствования и появления новых видов продуктов, что можно создать в конце концов, так сказать, не шариковые, как мы знаем, появились другие гелевые ручки, вот, пожалуйста, вам пример, но тем не менее там появилась гелевая ручка и так далее, она опять предприятие монополист появляется, единственная, но это открытое монополие, ради бога, так сказать, изобретайте ролевую ручку, которая появляется затем и так далее, так сказать, возникает. Открытое монополие это более совершенное и связанное с научно-технических прогрессом и защита, конечно, мы должны понимать, что патентное право вполне закономерно или объективно защищает данное предприятие, потому что нужно осознавать, что пионер в той или иной области, то ли в новый продукт, на рынке нового продукта, то ли новой технологии, он всегда несет колоссальные издержки и, как правило, к сожалению, так сказать, процветание будущих товаропроизводителей, так сказать, строится, откровенно говоря, так сказать, на банкротствах предприятий пионеров, если, потому что требуются колоссальные затраты и отсюда, соответственно, инновационная политика государства по поддержке и созданию льгот и так далее на данных рынках. В отличие от рынка чистой конкуренции, цена на рынке чистой монополии устанавливается предприятием-монополистом. Однако, увеличение объема продаж зависит от снижения цены на продукцию. То есть, фактически, мы имеем дело, что здесь кривая спроса отрасли совпадает с кривой предприятия-монополиста, что свидетельствует о постепенном снижении предельного дохода, так как каждая последующая единица приносит все меньший и меньший доход. Вот это принципиальное отличие, так сказать, и представлено у нас на графике двумя кривыми линиями, которые одна из которых символизирует собой линию спроса или линию дохода, это цена линия спроса, на графике у нас вот это кривая спроса, линия спроса, а следовательно это средний доход, либо цена продукции, тогда как предельный доход имеет, так сказать, уже не совпадает, как у нас был горизонтально, там предельный доход совпадал с предельной ценой, потому что там цена стабильная была, и каждая последующая единица продавалась по той же самой цене, и поэтому цена совпадала с предельным доходом. Здесь, если вы хотите продать следующую единицу, по сравнению с имеющимся объемом производства следующую единицу, вы должны понизить цену, а следовательно и доход вы получите меньше с последующей единицей, предшествующей, поэтому мы видим, что линия среднего дохода или линия спроса раздваивается на две линии, линию цены или линию дохода среднего и линию предельного дохода. Вот это нужно иметь в виду. Еще второе, здесь имейте в виду, что этот график, здесь два графика совмещены, должны быть по вертикали, имейте в виду, что вот этот график, представьте себе, что он размещен и совпадает с данным графиком, то есть пунктирная линия К, К, и точка М, если провести, то она будет продолжением пунктирной линии М прим и восьми единицам, вот здесь восемь единиц, и здесь единица. Поэтому в данном случае, обратите внимание, предприятие выпускает объем, наращивает объем выпуска, воловой доход будет расти до тех пор, пока предельный доход имеет положительные значения, вот он положительный. И как только он пересекает нулевое значение, следовательно, предельный доход становится отрицательным, и следовательно, воловой доход начинает сокращаться. Вот это специфика наращивания волового дохода в условиях монополистического рынка. А теперь рассмотрим максимизацию прибыли и минимизацию убытков по воловым показателям, а потом по предельным величинам на рынке чистой монополии. Итак, максимизация прибыли по воловым показателям или по воловым параметрам. Итак, посмотрите, у нас издержки производства валовые издержки, это общие издержки у нас называются, либо валовые издержки, кривая, она совпадала у нас в общем-то, но линия дохода, как вы помните на рынке чистой конкуренции выражена была линейной кривой, то есть прямая зависимость была в данном случае всего лишь это та же линия дохода, но только она приобрела соответствующую форму которую мы получили, как вы видели на предшествующей рисунке имеет, так сказать, максимальное значение и потом доход, потому что начинает работать отрицательный предельный доход и воловой доход начинает сокращаться принцип выбора тот же самый, что на рынке чистой конкуренции, посмотрите, предприятие выбирает тот объем производства при котором разность между воловым доходом, точка B максимальное значение и максимальная разность между воловым доходом и воловыми издержками либо общими издержками вот эта величина B и есть прибыль вся выручка составляет отрезок B5 вот эту величину или 230 приблизительно 240 единиц а издержки составляет при 5 единицах 350 единиц вот они издержки поэтому разность от дохода вычитаем издержки получаем прибыль А Б то есть этот рисунок фактически идентичен тому который мы рассматривали на рынке совершенной конкуренции теперь рассмотрим минимизацию убытков половым по воловым показателям посмотрите мы имеем то же самое воловой воловые издержки или общие издержки и переменные издержки воловой доход вот он имеем кривую следовательно в данном случае мы находим минимальный разрыв между кривой волового издержек и волового дохода и находим отрезок А Б который будет представлять собой убыток предприятия но посмотрите кривая волового дохода находится выше или олицетворяет свой больший доход чем величина переменных издержек и следовательно величина постоянных издержек А С совокупная величина постоянных издержек больше величины убытка А С больше А Б следовательно предприятие будет продолжать работать несмотря на то что оно несет убыток Если оно прекратить производство то в этом случае предприятие будет нести убытки равные величине постоянных издержек что явно не в его интересах И теперь соответственно рассмотрим закрытие предприятие по валовым показателям То же самое мы имеем валовые издержки переменные издержки и валовой доход Вот эта картина показывает промежуточное положение потому что А Б это убытки и А Б это постоянные издержки Предприятие может продолжать работа предприятие может закрываться но в любом случае оно будет нести одинаковые убытки Если же доход будет ниже величины переменных издержек то предприятие непременно закроется Это так сказать переломный момент функционирования предприятия А теперь рассмотрим проанализируем максимизацию прибыли по предельным величинам то есть уже мы рассмотрели раньше по валовым а теперь по предельным величинам И так обратимся к графику И так запомним что в данном здесь издержки и доход выражен на единицы продукцию то есть это цена издержки на единицу продукции то ли средние издержки то ли предельные издержки И теперь мы имеем кривую спроса кривую предельного дохода Опять посмотрите предельные издержки линия предельных издержек Мы находим, руководствуемся тем же принципом. Предельный доход должен быть равен предельным издержкам. То есть находим тот объем производства, которому соответствует равенство предельного дохода и предельных издержек. Точка К – это линия пересечения кривой предельных издержек и предельного дохода. Точку пометили, опустили перпендикуляр, определили, что объем производства 5 единиц. Это тот объем, который позволяет максимизировать прибыль. Продолжаем перпендикуляр до линии спроса, а это линия цены товара. Следовательно, цена продается по этой величине, единица продукции по этой цене. Издержки, точка в данном случае, вот она, L у нас. M-точка, прошу прощения, она относится к средним издержкам. И, следовательно, прибыль является разность между ценой, вот этой величиной, и издержками средними на единицу продукции. Умножаем в эту выручку на единицу продукцию, на объем производства 5 получаем величину прибыли. То есть, здесь тот же принцип, что на рынке совершенная конкуренция, но здесь кривая предельного дохода отклоняется от кривой среднего дохода, либо цены товара. И, следующее, минимизация убытков, тоже самый критерий, так сказать, имеются кривые. Мы имеем пересечение, находим предельного дохода с предельными издержками. Вот она, линия. И в данном случае, так сказать, эта линия, так сказать, прошу прощения, эта линия проходит вот здесь вот, должна пройти. И в данном случае, так сказать, эта точка тогда, точка выражает собой равенство предельного дохода предельных издержек. Этому доходу соответствует объем единиц, равенству предельного дохода предельных издержек соответствует объем 10 единиц. Посмотрите, данная продукция продается по цене вот этой величины, а средние издержки находятся в высшей линии среднего дохода, либо цены товара. И, следовательно, на единицу продукцию отрезок МН выражает собой убыток на единицу продукцию. Убыток на единицу продукцию умножаем на 10 единиц, получаем совокупный убыток. Предприятие продолжает работать, так как убыток на единицу продукцию МН меньше величины постоянных издержек на единицу продукции отрезка НЛ. Вот L сюда. И поэтому предприятие будет продолжать работать, несмотря на то, что терпит убытки. А теперь тот же график, только рассмотрим условия закрытия предприятия. Итак, закрытие предприятия, тот же принцип, только смотрите, в данном случае мы нашли объем производства, пересечение предельного дохода предельных издержек. Мы видим, что убыток составляет, посмотрите, и линия средних переменных, средних переменных издержек и средних общих издержек находятся выше. И следовательно, убытки отрезок МН превышает, вот он, убытка МН превышает величину постоянных издержек МН. Следовательно, предприятие в этой ситуации должно закрываться. И следующее, ценовая дискриминация. Ценовая дискриминация заключается в том, что предприятие-монополист устанавливает различные цены на одну и ту же продукцию для различных групп покупателей. Политика ценовой дискриминации требует выполнения как минимум двух условий. Продавец в состоянии разделить покупателей на группы, исходя из эластичности спроса. То есть богатые и бедные, либо, так сказать, среднего достатка и другие. Покупатель лишается... Следующее условие дискриминации. Это покупатели лишаются возможности перепродавать купленный ими товар. И вот эта дискриминация выражена графически. Мы имеем два рынка. Это рынок одних, одной группы покупателей. Это рынок другой покупателей. Это, очевидно, больно состоятельный. Эластичность спроса небольшая. Фактически кривая неэластична. Тогда как на рынке менее состоятельных людей кривая менее эластична. И, следовательно, в этом случае предприятие, руководствуясь тем же принципом, определяет цену товара, по которой продается данный объем производства на одном рынке и на втором. Фактически речь идет, что один и тот же товар на различных рынках продается по одним и тем же ценам. Но если бы предприниматель работал на одном рынке, он реализовал бы столько продукции. А он работает на этом рынке и на этом рынке. И, следовательно, продает большее количество продукции. Мало того, предприниматель удовлетворяет потребности других товаропроизводителей. Что касается максимизации прибыли в долгосрочном периоде, то мы видим на графике, что средние издержки и линия дохода среднего, либо цены, кривая спроса, совпадают. И в долгосрочном периоде предприятие-монополист будет работать без экономической прибыли. Но в этом случае нужно иметь в виду, что для этого требуется выполнение определенных требований. Требования функционирования предприятия-монополиста. Первое. Это в долгосрочном периоде минимизация убытков неприемлема. То есть, в втором случае предприятие обанкротится. Следующее. Цена в долгосрочном периоде ниже, чем в краткосрочном периоде. В краткосрочном периоде он может получать экономическую прибыль. В долгосрочном он не получает. Следующее. Выбор масштаба производства диктуется интересами монополиста. То есть, в данном случае он может манипулировать ценой и, соответственно, изменять объемы реализации продукции. Следующее. Поведение предприятия при открытой монополии. Вот рассмотрим эти моменты в заключении. Как раз как ведет себя монополист при открытой-закрытой монополии. Итак, поведение предприятия при открытой монополии. Ведет себя, как и в краткосрочном периоде, что связано с новыми товарами и услугами. То есть, в данном случае проблем не возникает. Следующее. Ориентируется на умеренную прибыль с целью отвлечь внимание возможных конкурентов. Речь идет в данном случае о том, что он не завышает цену для того, чтобы не привлекать внимания других конкурентов. Поведение предприятия при закрытой монополии определяется стремлением получить ренту, рассчитанную на то, что рынок защищен. Однако это чревато появлением товаров-субститутов и устранением барьеров. То есть, речь идет о лоббировании, в данном случае, законодательных актов, чтобы открыть эту монополию. На этом лекция наша закончена. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok